За вас! Отметить новоселье этой осенью смогли не все. После объявления частичной мобилизации рынок среагировал мгновенно. Застройщики жаловали, что банки не дают ипотечный кредит мужчинам призывного возраста. Спустя два месяца паника спала. Есть ряд банков, это в основном частные банки, которые в принципе приостанавливали свою деятельность по выдаче ипотеки. Но это связано, наверное, не только с конкретной мобилизацией, а это связано с более экономическими факторами. Банки, у которых свой частный капитал, они очень зависимы от рынка, от многих факторов. И просто они не знали, под какие условия выдавать эту ипотеку. Немножко была пауза. Сейчас все работает в штатном режиме, говорят в банке. Но самих желающих поубавилось, если сравнивать с октябрем прошлого года на 20% выданных ипотек. А если брать более протяженный промежуток, то цифры следующие. Если, опять же, сравнивать с периодом аналогичным, в 2021 году, за 10 месяцев мы получили меньше заявок в 2022 году. По отношению к 2021, порядка меньше, чем на 40%. То есть, да, ну это, как я повторил, связано в целом со спецоперацией, связано с мобилизацией в том числе. Но новые высотки все растут. Вот только сейчас они не популярны. Горожане смотрят на вторичку и загородную недвижимость. Люди смотрят на то, чтобы уже взять готовое, и можно было заехать и жить, не неся при этом рисков какого-то ожидания. Если посмотреть отчеты Министерства строительства Алтайского края, то там, как сообщающиеся сосуды, сейчас спрос перераспределяется непосредственно в сторону малоэтажного жилья. На сегодняшний день есть спрос, но далее мы наблюдаем уже ожидания. То есть, люди смотрят недвижимость, но, тем не менее, предпочитают пока подождать и присмотреть варианты более выгодные. Стоит ли сейчас вкладываться в недвижимость? Вот ваше мнение. Время или нет? Я думаю, нет. Я думаю, что нет. А я думаю, да. Почему? Ну, недвижимость у нас стоит и стоит, а деньги сегодня есть, завтра их нет. Деньги нужно на другое сейчас, более важное. По данным Краевого Минстроя, в этом году на Алтае появилось больше 800 тысяч новых квадратных метров жилья. Это почти 11 тысяч квартир. Плюс, по данным риэлторов, сегодня в Барнауле простаивает 3600 квартир вторичного жилья. Выбор огромен. Но в последнее время жители смотрят жилье не только в край, но и за его пределами. И этому есть причина. Минимальная стоимость однокомнатной квартиры в новостройках, судя по данным интернете, в разных городах примерно одинаковая. В Барнауле больше 3 миллионов рублей, в Новосибирске те же 3, в Москве 5 миллионов, в Санкт-Петербурге 3 миллиона. Покупка квартир за пределами города Барнаула – это Новосибирск, Сочи, Санкт-Петербург и Москва. Получается, что платеж в месяц 25-30 тысяч рублей, и человек может приобрести квартиру в Москве. А в Санкт-Петербурге цены ниже, чем в Москве. По словам экспертов, пока нет причин ни к понижению, ни к повышению стоимости квартир в Барнауле. А еще они уверены, что если кто-то хочет решить свой жилищный вопрос, то нужно действовать и покупать. Но в инвестиционных целях скупать жилье сейчас не советуют. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. Продолжение следует...